ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Число жалоб российских автовладельцев на ОСАГО в начале этого года выросло на 20%, говорится в отчете Центробанка. В первую очередь водители недовольны тем, как страховые компании рассчитывают коэффициент, бонус, малус. Из прочих часто встречающихся проблем отказы в оформлении автогражданки и невозможность покупки электронного полиса. Кое-кто из автолюбителей вообще отказался от приобретения ОСАГО. Количество договоров за первые месяцы этого года сократилось на полтора процента. ТРАССА 101 Сервисные центры Рено в России должны перейти под крыло автоваза до конца июня этого года. В этом суть договоренности, достигнутые между французской стороной и итальятинским предприятием. Важно, что Рено продолжит поставлять к нам оригинальные запчасти. Займется этим дочерняя компания Волгского автозавода. Речь идет в том числе о габаритных и сложных механизмах, вошедших в санкционные списки. Правда, какими путями будут попадать к нам комплектующие и сколько они будут стоить, говорить конкретно пока сложно. ТРАССА 101 Проблем с поставками автомобилей в Россию сейчас не испытывают только дилеры китайских брендов. К нам едут Черри, Иксид, Хавейл. Из Белоруссии прибывают новые партии Джили. Неплохо обстоят дела и с корейцами. Правда, сроки их доставки увеличились до нескольких месяцев. Наибольшие сложности возникли с европейскими и японскими брендами. Например, импорт с Mercedes-Benz остановлен до дальнейшего распоряжения. Шкода не планирует возвращаться к прежнему режиму работы минимум до конца 2022 года. Отгрузка моделей Toyota заморожена на неопределенный срок. ТРАССА 101 Компания Хавейл раскрыла рублевую стоимость нового кроссовера Dargo. Минимум 3 миллиона 199 тысяч рублей. Потолок почти 4 миллиона. Машина комплектуется двухлитровым бензиновым мотором мощностью 192 лошадиные силы. Трансмиссия – семиступенчатый робот. Привод передний либо полный. В базовой комплектации, всего их четыре, имеются шесть подушек безопасности, однозонный климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, светодиодные фары, камера заднего вида, круиз-контроль. ТРАССА 101 А в Европе стартовали продажи необычной версии Nissan Qashqai e-Power. Кроссовер укомплектован двумя моторами – электрическим и бензиновым объемом 1,3 литра. Однако последний не связан с колесами. Он нужен лишь для того, чтобы крутить генератор, который и питает электродвигатель, установленный на передней оси. Расход топлива у такого чуда – около 5 литров на сотню. Батарейка для накопления энергии отсутствует. Цены на модель, в переводе на рубли, начинаются от 2,5 миллионов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101 Субтитры создавал DimaTorzok